Системы города подается вода, обо со скважины, есть специальные насосы для нагнетания давления воды. Проходит через дисковые фильтры и заходит в систему баллонов, которые на ферритовые очистки воды. Они стоят на блоках управления, на которых выставлены таймеры на ночное время, когда заканчивается забор воды местным населением. Эти баллоны предназначены для самоочистки системы. После них подается вода на мембрамы. Это здесь происходит еще одна очистка вторичной воды, уже на более мелкую структуру. И переходит на мембрамы. Мембрамы на очистке молекулярной основы. Не вся вода через них проходит. Та, что не проходит молекулярную очистку, она дополнительно сливается в канализацию. Также само предусмотрено антиэскалаб, который добавляется в воду для улучшенной работы мембрам. Если химический состав, который мы постоянно берем и сдаем на анализы, не удовлетворяет нормам, то тогда добавляем еще специально соли. После мембрам молекулярной очистки вода поступает в резервуары. И с резервуаров уже через гидрофор проходит через ультрафиолетовое облучение воды и подается уже непосредственно на раздачники воды. Там устанавливается таймер времени на 5 литров воды. 5 литров воды выдала. Если тебе недостаточно, то значит включаешь повтор. Вода подобается. У нас там шея недалеко. Что можно тоже набрать воду. Ну и так, ну и тут придется, то есть не погано. Ой, мы каждого дня набираем. Зараз еще и воды не стало. То есть я уже набираю и сейчас еще прийду. Деда брали воду. Ой, мы ходили в гаражей там. Потом ходила только сюда, и там вот эта хважина была. Человек, мы у него ходили. Через дорогу уже ходили там тоже. Ну да. Люди разрешали, чтобы мы набирали воду. Ну и вообще, я зараз кращу. Вода безкоштовна. Всі витрати по ней несем, ну, підприемство. А там и там место Миколаев. Витрати, это мається на базе электрика? Электрика, вода, плата водоканалу, заработка, плата людей, химреагенти. Десь 79 станций входит нам десь біля миллиона. Я не помню, тут надо перерахувати, потому что на каждой станции оборудована отдельным счетчиком на воду, на канализацию, на электрику. Это надо рассчитывать, но глобально, то есть более 1 миллиона гривен, это прямые витрати. Вот эти раздатчики мы еще ставили, потому что крани, которые ставлюсь по облаконению, они замерзают, их люди, на жаль, ломают, а это они антивандальны, плюс они с подогревом, то есть они могут использоваться в круглый рік. Вот ты так потихоньку говоришь, а потом, как уже поставили, это стоило достаточно больших костей. То есть 10-15 тысяч долларов стоит каждая станция. Все станции облтепла будут вот такими раздатчиками, вот так пофарбованными, с привязками, чтобы человек могла, если у него что-то стало, набрать телефон аварийки и сказать, что эта станция не работает.